Санаторий налоговой администрации под Киевом. В последние месяцы он превратился в приют для беженцев из аннексированного Крыма. 12 детей и 8 взрослых. Все они крымские татары. Второй раз в жизни Мустафе Абибуле приходится все начинать с нуля. Первый раз в начале 90-х, когда его семья после сталинской депортации вернулась на Крымский полуостров. Едва удалось построить дом и встать на ноги, как пришлось снова бросать все и переезжать. Из-за преследования мусульман так называемой новой властью Крыма, говорит Мустафа. Обыски стали проводить у мусульман, изымать литературу. Выбор стоял, либо уехать и жить в более нормальной обстановке, либо каждый день боятся, когда тебя придут, обыщут или без вести пропадешь. О притеснениях крымских татар после аннексии Крыма России говорит и представитель Меджлиса Рифат Чубаров. Он связывает это с тем, что большинство татар не признали новую власть полуострова. Сегодня крымская власть мстит крымским татарам. Политика крымской власти направлена на то, чтобы вытеснять крымских татарах. Но, разумеется, она не забывает и этнических украинцев. Те люди, которые сегодня живут в Крыму, они просто не уверены в своем завтрашнем дне, не уверены в том, что утром ранним к ним не вломятся вооруженные люди в масках, что у них не будут проводить обыски под надуманными предлогами оружия, наркотики, запрещенной литературы. Сам Рифат Чубаров не может поехать к родителям в родной Крым. Самопровозглашенная власть запретила ему въезд на полуостров. Вместо этого в последнее время он много путешествует, чтобы рассказать миру о нарушениях прав людей в Крыму. На недавней встрече в Кёльне он призвал немцев не мириться с аннексией полуострова России. В 21-м столетии нашлись бандиты, целое государство, которые, придя в мой дом, моих родных раскидали по разным квартирам, некоторых выгнали и сказали, так будете жить. А все другие думают, что только на нас и закончится. Мне страшно за то, что очень многие не понимают, что на Крыме, на крымских татарах, на Украине, не закончится. Пока Рифат Чубаров на международном уровне борется за возвращение своей родины, семья Абибул вынуждена решать бытовые проблемы, в том числе и как пережить зиму в импровизированном приюте. Переселенцам много помогают волонтеры. Неравнодушные украинцы вовремя до наступления холодов подарили обогреватели, приносят еду и одежду. Помощь крымчанам выделила и ООН. За эти деньги беженцы сделали небольшие запасы еды на зиму. Из-за бюрократии социальные выплаты от государства семья пока что не получает, говорит Ирина, жена Мустафы. Но несмотря на все эти трудности, беженцы не сомневаются в правильности решения покинуть аннексированный Крым. Моим детям будет в Украине лучше. Почему? Потому что мы имели свободный доступ к литературе, мои дети ходили в школу в платке. По крайней мере, они будут свободной личностью, которым не будут диктовать условия. И все же пустить корни на новом месте переселенцам пока трудно. До переезда в Киевскую область Абибулы несколько месяцев жили на западе Украины. Задержится ли семья здесь, под Киевом, зависит от того, получится ли взрослым найти работу, чтобы снова начать жизнь с нуля. Субтитры создавал DimaTorzok